Мы попали в палату к мальчику Радику. Он еще был с волосиками. Вот такие волосы, кудрявые, такие вот у афроамериканцев, такие бывают, прям такие завертые, ну вот они прям кудрявые, плотные, твердые. И прям такой, я думаю, боже, ну вот мальчик такой красивый, прям очень красивый мальчик. И я прям вот такое ощущение, прям влюбилась как-то в него. И несколько раз мы приходили, а потом я смотрю, и мальчик знакомый, и такой прям приятный, и он лысенький. Я только потом вспомнила, что это Радик, что вот, а потом его, ну какой-то период мы проходили, вот летом, где-то осенью, наверное, его уже, ну я его уже не видела. И я боюсь, я искренне говорю, что я боюсь спросить у врачей, где Радик вообще. Поэтому все равно как, ну, огораживаешь себя немножко от какой-то информации. Я ему не помогу в любом случае своими эмоциями, когда я сейчас здесь, поэтому лучше я не буду знать. Вот. Я вообще раньше, я даже не могла вот репортажи в кино, на телевизор, в телевизор смотреть. Вообще, очень, а вот, как мне кажется, костюм, он такой, я еще до Майи тоже рассказывала, он... Бронжилет. Да, как скафандр. То есть хрясь и другая среда. Да, Майзлана, а знаешь, я тебе расскажу, как я, как я сюда вообще попала. Я нашла объявление в газете. Мне до этого кто-то сказал, Ксюш, мне надо быть клоуном. Я же вроде здоровая, ну, я же серьезный человек, я думаю, почему это? Вот. И потом я нашла это объявление, послала анкету. Вы же не послали анкету? Нет. Я послала анкету. Ладно. Ира Лея мне, значит, звонит много раз, а я не могу три дня подряд, в кастинг же три дня был, и я не могу прийти. И я, значит, пришла уже, когда они занимались первый день утром. Изначально, когда мы сюда пришли, к нам начали приходить психологи. Да. Помнишь? Один за другим. Да я плакала. Да. Они нас доводили. Писовали они нас. Пытались они довести нас. Я доводилась. Когда мозг нас... Я доводилась. Я не знаю, блин, что мне это надо. Как клеить, покажешь? Это первый раз в жизни клееносная. Историческое событие. Больше надо рвать, да? По полной программе. Как-то более закруглённо. Ах! И прямо туда, да, сейчас будет мне на нос эта клеенушка? А потом прикинь, у нас такой шелуде. Шелуде. Всё, можно надевать? Да. Блин, страшно. Что мне делать? Ах! 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 Я боюсь потом его снимать. Блин. Он же отлетает. У меня как-то же отвалился. У меня не было самой способности. Смотри, оказывается, мне идёт такой нож. Ага, очень. Давай. Кто, как, когда, зачем. Ах! Блин, рюкзак уже... Ах! Серьезно? Ах! Раз, два, три. Раз... Ой. Два. Три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. От улыбки, от улыбки лопнула губа, Ничего себе, вот это улыбнулся. Все? Да, мы что ли? Да, мы что ли? В лесу родилась елочка, В лесу она росла, Зимой, в лесу кровная, зеленая была... Субтитры создавал DimaTorzok 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 Пригласим Настю? Пригласим. Давайте сделаем официальное приглашение для нас. Да, отлично. А как мы это сделаем? Настя, приходи к нам в гости. Я согласна. Какая молодец, так сильно. Егор, у нас есть маленький посадка. Егор, у нас доньки идут. Знаешь, у нас доньки походят. Ну, вот такие игрушки есть. Такую доньку тащи. Газелька. Газелька, я скажу. Вот эта вот? Да. О, какая тяжелая газелька. Что еще будет? Мы еще тут газельку все прикупили. Так, начинаем. У нас очень классные всякие коты и котята есть. Так, ну-ка. Рыбку я не знаю. Можно это назвать. От него все легче. Мы готовы. Мы тоже готовы. Так. Мы вас ждем в гости. Мы даже готовы за вами приехать. Мы ждем, мы ждем, мы ждем вас. Быстрее, быстрее, быстрее. Мы едем, едем, едем в далеких края. За Настей в гости едем и весело поем. Ура, 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 приехали почти. И Егорка рядом бежит. Ой, Егорка бежит за машиной. Егорка приехал. Желательно. Так. Егор, кого зовем в гости? Всех зовем в гости? Привет. 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 Я знаю, что должна была приехать Настя. Приехала. Это ты Настя? Да. Очень приятно. Надо подарок. Ее зовут Маня. Маня. Ее зовут Нина. Нина. Нина это тетя Настя. Ага. Да. А это двоюродная сестренка Юля. Юля. Очень приятно. А давайте на вертолете полетать. С вертолем. С вертолем горится. Ой, Настя предлагает покататься на вертолете. Можно что ли Егорка? Да. Давайте только покатай с Егора. Покатаешь Настю на вертолете? Давай. Давай садись. Покатаешь. Дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын. Ну что, все? Значит, давайте покушаем. Давайте покушаем. Рыба. Бабыга. 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 Бабыгу есть не будем, давайте. Ника. Давайте пожарим ее, чтобы... Бабыгу? Да. Машу рыбку пожарим. Да. Но бабыга, она костлявая. Да, бабыга, она костлявая. Старая морщинистая, невкусная. А рыбу можно разведать. Может разонравиться то, что нравится. А тут уже другой момент. Клуннада — это не то, что нравится или не нравится. Это что-то серьезнее как будто. Да, мама? Да. Да. Другая какая-то позиция слова, я не знаю, ценности. Нравится, может, чай или там еще что-то такое. Работа, даже работа. Может быть, это хорошо, что вот это все на таких общественных началах происходит. Возможно, это и держит людей в движении больничной клуннады. Что все это вот в таком добровольническом моменте. Никто не видит шашлык. Никто не видит шашлык. Смотрите, что я сейчас с ним сделаю. Смотрите, так, я его мну, мну, этот шарик мну. И сейчас, смотрите, фокус. Вот! Появилось два шарика. Я сделаю маленькую собачку. Правильно я говорю? Собачку правильно говоришь? Да. Я маленькая собачка и стою много, очень денег. Если у вас нет собаки, ее не утащит сосед. Мальчик меня поцеловал. Первый раз. Так, мы целовались. Я говорю, смотри, мы сейчас будем целовать так. Сначала на маме так. Я говорю, теперь ты меня целуешь. Он так взял пальчик и вот так вот меня поцеловал. Это так было прекрасно. Это так приятно было, что человек отозвался. Что у него какие-то вот чувства просыпаются. Не просто так я, как клоун вот такой, я не знаю, там, цирковой. Показываю представление, а не взаимодействие. А тут взаимодействие пошло. Вот это вот супер. Вот так вот. Даша уже... И слетел. Вот. И забрал. Ничего вам не осталось. Еще давай. Сильней. Ой, вот. Ой. Еще сильней и схватывай с этой стороны. Ну, что? Так он доднулся уже, всех надул. Хорош, давай дальше. Вот так. А-та. А-та. Еще разок. Ой, еще сильней, сильней. Вот вам. Смотри. Ой. Смотри. Бу. Давай последний раз и покричим. Напоследок, чтобы они все знали. Ой. Давай. Это была пауза такая, чиновская, ухановская. Нет, давай все вместе. Мне кажется, он знает, сделал. Давай, еще разок. Владимир Владимирович, можно? Можно? Тук-тук-тук. Смотрите. Смотрите. Давай. А-а-а-а! Это так здорово, что нам дали онкологию с Полиной. Почему-то, ну не знаю, онкология, это онкология. Там такие детишки. А вам только с Полиной онкология? Ну нет, нам на четверые же дали, но все равно. Вот на мой взгляд, онкология, это очень, ну не только на мой, серьезное заболевание. Это серьезный урок человеку, личности. И они очень сильные, что и родители, и дети, что они с этим борются, что они лечатся. Даже если они не борются, все равно то, что Господь им дал такое испытание, они все очень сильные. Не туда смотрела опять. Три-четыре говорит? Три-четыре. Вот она, гуд, поди, вот это 354-я клетка. Вот она, вот она. Твоя любимая? Да. Все классно? Классная клетка, скажи. Вообще. Самая лучшая, я сама выбирала. Вообще идеальный, идеальный квадрат. Вот так. Смотри, какие тапки. Вот это тапки. А вот это носки. Это очень крутые тапочки. Да. А можно я их померю? Нет. Подожди. Они растянутся, наверное. Блин. Что, сразу видно, что у меня нога большая? Да. Даже рука большая. А ты видел ее клетку? Да. Где у нее клетки? Пойдем в клетку, посмотрим. Не хочешь? Да. Давай будем сидеть. Я хочу твою воду. Я так сижу. Вот, но мы же не хотим идти? Нет. Вообще отлично. Кто любит суп с этой, с звездочками? Нет. Ты любишь суп с звездочками? Не любишь суп? Не любишь. С макарошками звездочками? А мы ненавидим суп вообще-то. Печальная тема, да? А что любишь? А мы любим суп. А мы сейчас скажем, что мы любим. Что мы любим? Мы любим конфетки. Конфетки любим? Шоколадные. Не сбивай, но она сама знает, что она любит. Колбасу. Колбасу. Колбасу мы любим. Колбасу. Когда мы надеваем нос и когда мы надеваем костюм, мы не понимаем. Ну, не то, что не понимаем совсем. Но там остается очень мало. И если бы мы в каждый момент, если актер, он играет роль, и в конце роли у него умирает родители, или он сам умирает, и каждый раз он это проигрывает, он кончится через десятый спектакль. То то же самое, если я буду каждый раз принимать к сердцу, что вот ребенок, он болеет, он лысенький, он умрет скоро, у него такие ручки худенькие, он при 15 годах выглядит на 5 лет, это я просто так, ну, у меня кончится мое какое-то внутреннее состояние. А даже если не говорить о своих эгоистических потребностях, я же должна опять к ним прийти. И поэтому присутствует какой-то такой вот эгрегор, я не знаю, защищающий меня в виде клоуэр, клоунской одежды, клоунского носа. Тантаевская танго? Да. Тантаевская танго это как? Это очень эмоционально. А, типа он за ней такой бегает. Кызын, кызын, кызын. А это как... У-у-у-у! Вот рыбы, чонны, чонны! Вот так вот. И это вот... Надо изображать просто. Кызын, 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 к А иногда приходишь в палату, ребенок прям не хочет реагировать, никак не хочет. Просто иногда он просто лежит, и тебе стыдно за то, что ты не можешь ничего с ним делать. Ты же пришел для чего-то, а тут ты не можешь ничего сделать. Вот он лежит, ему плохо, он вроде говорит, мне ничего не надо, а в то же время мы всегда говорим, тебе плохо, нет, уйди вообще, мне хорошо. Всегда же мы так говорим, когда нам плохо. Вот иногда стыдно, что ты ничего не можешь делать. Ты такой вот непрофессионал. Пришел и все, и сдулся. Настя, заходите здесь, не важно себе. Настя, подари мне счастье. Да, она подарит. Настя, подаришь нам счастье? Да. А мы тебе подарим. Это ниточка счастья. Да. Давай мы тебе завяжем. Тебе нравится этот цвет? Видишь, у него подцвет очков. Нет, не надо. А какой хочешь цвет? Желтенький? Нет, не надо. А знаешь, что мы можем делать? Мы можем косичку сплести. Давай. Косичка настроения. Если три настроения сплести, вот такое настроение будет. А это хорошее настроение? Это мое хорошее настроение. А это хорошее настроение кисточки. Давай делай. Сейчас мы их сплетем. А че мы так делаем? Узелочек. Это в честь того, что мы сегодня собрались Пой песню, пой как никто другой Ой-ой-ой, да И ваш петь, петь Ну, вообще да Вообще да, а сегодня я не в голосе, да, Настя? Я сегодня не буду Не будешь? Ну ладно А можно с вами пройти в следующий раз, когда-нибудь петь? Когда мы придем в следующий раз? Не знаю Не знаю, ну правильно, не надо давать обещания, которые, возможно, не будет возможности исполнить, да? Вообще она настоящая леди Не дает обещаний, которые не может исполнить Это получается она совсем принцесса Она принцесса А ты что, не видишь, что ли? Голубой, такой розовенький цвет Ты заметила? Да Настя, ты сядь немножко Да пусть у нее так же хорошо Ты нас видишь нормально? Точно? Все, супер А то мы тоже можем так это А то мы и так можем Нет, так не пойдет Я спать хочу Ой, ну сейчас, я убежу Сейчас вы спать Она все выпуски А на нишку пить Да, нишку? Какой нишка? С первой соседей Точка С пятой соседей Каса? О, тебе не мешает На ручку надо идти А она сама Она не очень Уже снег мешает Ночь идет большая Хоть джаз Что же ты, глупышка Не спишь С пятой соседей Белые медведи Смотри, звезды как раз Звездные медведи Спереди А Настюшин Скорее Мы ставим, можно ли поставить? Окей Такая штучка Братство Братство Называется Можно с пятничком поставить? Давай На ручку Можно на путь? Одну Одну Можно? У нас вот У нас тоже есть, смотри У меня уже расплелось У меня нет, мне нормально Ну ладно В общем, мы теперь друзья Ну друзья Пока, Настюша С пятой соседей Белые медведи Там не на работе Все Занимаются Для себя Я просто прихожу для себя Я не знаю, для чего я прихожу Мне нужно все равно Какие-то Подарить свои эмоции Какие-то позитивные Нет, а я нет Я прихожу просто Потому что я хочу Повеселиться Я эгоист Тебе найти повеселиться? Нет, я найти повеселиться Нет, я на самом деле Я уверена в этом Это какая-то потребность души А мне нет Я хочу просто Веселиться Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому И я плю Разную Вы Расковариваю Расковариваю Еще песенки пою Подел И танцую А какие-то Красивые Думаю Поехать Что ты можешь Развязать? Медивисело Шаббат По просторам По просторам По просторам И, конечно, Припихала Лучше хором Лучше хором Лучше хором ПЕСНЯ 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 ПЕСНЯ